Друзья, всем большой привет! Прошу прощения за голос, у меня началась сезонная аллергия на цветение раньше времени, поэтому учитывайте данный момент. Сегодня мы познакомимся с несколькими рецептами из немецкой кулинарной книги под названием «Восточные блюда в немецком стиле», написанные специально для солдат, служивших на Восточном фронте. В данной книге описывались рецепты блюд, которые можно было приготовить из ингредиентов, доступных на территории Советского Союза. Стоит отметить, что рецепты были намеренно написаны расплывчато, чтобы их было легко адаптировать в зависимости от наличия тех или иных продуктов. Иными словами, это были простые рецепты блюд, которые можно было приготовить на костре с минимальным инвентарем. Давайте начнем с рецепта борща. Для его приготовления немцы советуют взять 120 г свинины, при том предпочтение отдается копченому мясу. 350 г картофеля, 350 г белокочанной капусты, 500 г свеклы, 15 г лука, 20 г жира или масла. Также потребуется соль, листья укропа, кинза и зелень. Для начала следует отварить мясо и убрать его из бульона. Далее картофель нарезается кубиками, капуста, соломкой и их бросают в мясной бульон. Лук обжаривается в разогретом масле, следом очищается и нарезается кубиками свекла. Далее она тушится в бульоне. В конце все ингредиенты соединяются. В борщ добавляются приправы по вкусу. К рецепту идет примечание, что свеклу нельзя варить вместе с капустой и картофелем, поскольку она окрасит другие овощи и сделает блюдо неаппетитным. Вместо свеклы предлагается использовать морковь или репу. Как вариант, репу можно приготовить вместе со свеклой на усмотрение повара. Давайте ознакомимся с рецептом тушеного мяса. Для начала следует нарезать мясо как можно более крупными кусками. Мясо обжарить со всех сторон в масле, приправить солью и перцем. Далее мясо следует снять со сковороды и держать в тепле. Добавить крупно нарезанные корнеплоды в кастрюлю и хорошенько обжарить. Посыпать приправами, а затем перемешать. Далее налить воду или мясной бульон и довести до кипения. Положить мясо в бульон и готовить на медленном огне. Приправьте блюдо лавровым листом, ягодами можжевельника или перцем. Можно добавить вино по вкусу. Наконец мы переходим к рецепту гуляша. Мясо следует нарезать кубиками, посолить и поперчить. Обжарить в небольшом количестве масла. В процессе готовки добавить мелко нарезанный лук, чайную ложку томатной пасты, немного паприки и обжарить вместе. Залить водой и тушить до готовности. В конце добавить муку для загустения и довести до кипения. Существует несколько вариантов гуляша. Гуляш с болгарским перцем. Добавьте один нарезанный перец за 30 минут до окончания готовки. Или добавьте 1-2 консервированных перца, нарезанных ломтиками. Гуляш с овощами. Добавьте свежие или сушеные овощи, можно даже тыкву. Сушеные овощи следует предварительно замочить. Консервированные овощи следует добавлять в конце и готовить до тех пор, пока они не нагреются. Ну и куда же без квашеной капусты? В такой вариант гуляша добавляют 125 грамм капусты в самом конце. Наконец в книге рассказывается о фрикадельках. Мясо перемалывается в мясорубке, затем добавляется соль, перец и смесь тщательно перемешивается. Следом идут панировочные сухари или хлеб, мелко нарезанный лук, яйцо или яичные белки. Данная масса перемешивается, из нее формируются шарики и фрикадельки варятся. Вот такие рецепты предлагалось использовать немецким солдатам. Кстати, для спонсоров канала я записал ролик, в котором рассказал о блюдах из гречки, которые предлагалось готовить солдатам на Восточном фронте. Я даже и не думал, что из гречки можно столько приготовить. Базовая подписка спонсора стоит 100 рублей в месяц. Вы получите доступ к большому количеству бонусного контента. Ссылка в закрепленном комментарии. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»